Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя лабораторная работа фигурирует в двух учебных курсах. Это учебный курс по выбору предмета современной веб-технологии, а также учебный курс облачной технологии в промышленном дизайне. На этой лабораторной работе мы будем рассматривать создание мобильного приложения с голосовым управлением. Дело в том, что мобильные приложения сейчас являются весьма популярными, в том числе для презентации различной продукции компаний, а также игр и сервисов. Использование будет, скорее всего, только наращиваться по экспоненте. Зайдем на сайт adobe.com, зарегистрируемся там, если не имеем учетной записи. Наш лабораторный базируется на инструментарии Adobe. Зарегистрировавшись, подключив учетную запись бесплатно, мы с вами сможем устанавливать временные версии 7-дневные. Нам понадобится инструмент, который называется Adobe XD. Этот инструмент для цифрового прототипирования. Запустим данный инструмент. Дождемся его загрузки. И увидим, что собой представляет интерфейс данного приложения. Он служит для создания работ в направлении UX, UX и UX дизайн, то есть пользовательский интерфейс для мобильных приложений. Соответственно, мы выбираем, в первую очередь, размер мобильного приложения. В зависимости от марки модели, у нас различные размеры экрана, соответственно, размеры для дизайна нашего сайта. Выберем какой-нибудь iPhone 6.7.8 Plus и нажмем двойным щелчком на создание приложения для размера этого типа устройств. Соответственно, интерфейс данного программного продукта прост. В нем отсутствует на данный момент главное верхнее меню упадающее. Есть единственная кнопочка, которая вызывает основное меню файл для создания, импорта и экспорта документов и подключений. Дальше есть кнопочка Home, при нажатии на которую открывается окно создания дизайна нашего мобильного приложения. И три варианта интерфейса. Это интерфейс разработки, дизайн, это интерфейс прототипирования, где мы настраиваем, как же будут работать наши управляющие элементы. И это интерфейс, который позволяет продемонстрировать всему миру результат нашей работы. Интерфейс Share, то есть распространение. В левой части располагается инструментальная панель для создания определенных элементов, а также в нижней части кнопочки, которые открывают панель объектов, панель слоев и панель поиска и подключения пламинов для данного приложения. Основную часть рабочего поля занимает, собственно говоря, сам дизайн, поле для разработки. В правой части у нас есть панель свойств активного элемента, где настраиваются различные функции. В верхней части у нас располагается переключатель масштабирования. Кнопочка запуска мобильного приложения, после того, как оно готово, чтобы мы могли его протестировать. в двух разных режимах. В режиме мобильного приложения или в режиме предварительного просмотра на персональных компьютерах. Начнем создавать дизайн следующим образом. Создадим с помощью инструмента Ellipse с зажатым шифтом вот такой вот окружность. Выберем инструмент перемещения и переместим данный элемент в верхнюю часть. Для перемещения, как и в фотошопе, используется зажатая кнопочка пробел. У вас активируется инструмент перемещения. Для масштабирования зажимается клавиша Alt и используется колесико мышки. Соответственно, для тех, кто из фотошопа мигрировал в данный программный продукт, у нас с вами проблем с навигацией возникнуть не должно. Посмотрите в поле Appearance внешности. Соответственно, у нас есть заливка данного элемента. И вы можете из палитры выбрать тот тип заливки, который нам с вами необходим. Режим цвета, режим градиента обычного линейного и градиента радиального. Я оставляю заливку белым цветом. Если заливки нужно отключить, вы убираете вот эту галочку. Соответственно, окружность будет прозрачной. И бордер. Соответственно, есть толщина обводки и цвет обводки. Это основные параметры для любых векторных объектов. Это в первую очередь векторный редактор. Бордер я отключу в данном случае и буду использовать только белую заливку для создания этого элемента. С помощью кнопочки Alt я могу создать копию данного элемента и поменять заливку на серенькую. Я могу использовать данный элемент. Я буду его использовать, положив на задний план с помощью кнопочки Arrange. Send to back. Также установлю вот примерно в таком положении. Для того, чтобы дизайн этого элемента был примерно вот таким вот. Какие свойства у нас еще есть? Есть пипетка, как и в фотошопе, которая позволяет выбрать цвет из нашего документа. Есть режимы наложения, такие же, как в фотошопе. И есть переключатель opacity, собственно говоря, прозрачности. Опять-таки, ссылаясь на фотошоп, все это понятно. В верхней части настройки компонента, это его ширина и высота. В окружности они были созданы одинаковые. Если они разные, то получится не окружность, а алис. И центральная точка этого объекта, которая вне поля находится, поэтому имеет в данный момент координаты отрицательной позиции. Углы поворота и возможности отразить вертикально и горизонтально. Все эти элементы ясны и понятны. Импортируем логотип в качестве логотипа. Мы будем использовать изображение, разработанное в Adobe Illustrator. В облачном сервисе оно было создано. Вот, например, логотип нашего учебного заведения. Я сейчас уменьшу его масштаб. Но дело в том, что по умолчанию стоит Responsive Resize. То есть у нас все элементы, они, видите, во время масштабирования начинают друг относительно друга и какие-то, в общем-то, движения, которые, ну, не совсем в данном случае к месту. С помощью клавиши Ctrl-Z отключим эти элементы и отключим Responsive Resize для того, чтобы эти элементы не съезжали. С зажатым шифтом я уменьшу до определенного размера этот элемент. Установлю его вот здесь. Выделю внешний круг и беленький кружочек и элемент вот этот вот. И использую так называемую маскировку. объектов. Берем данное изображение с помощью пункта меню Range выравнивания Send Bokwart. Ставим ниже верхнего круга. Выделяем верхний круг и изображение с правой кнопочкой мышки. С шифтом, то есть и справа кнопки мыши из контекстного меню выбираем Make with Shape. Создать форму для нашей маски. Двойным щелчком активируем этот элемент и располагаем как нам кажется необходимым в нашем интерфейсе. И если необходимо уменьшаем немножечко размер данного элемента. Соответственно мы с вами создали вот такой вот элемент дизайна. Немножко отредактируем, чтобы слово Днепровская политехника появилось на данном изображении. Далее создадим текстовую надпись. с помощью инструмента текст создаем блочный текст и подписываем Увеличиваем размер шрифта. Выравниваем по центру. Добавляем тип жирненький. И выбираем тип заливки серенький. Светло-серенький. Создаем прямоугольник в размер кранчика и делаем отключив границу заливку тоже серенького цвета. Берем инструмент Errange и уложим на задний фон данный элемент. Создадим значок микрофона для чего используем прямоугольничек. Прямоугольничек мы с вами инструментом стрелочки можем закруглить. Создадим копию с зажатым шифтом данного элемента. Увеличим. Уберем заливку и зададим обводку данного элемента. расположим один элемент внутри другого элемента. Выберем инструмент прямоугольник. Выделим два элемента и сделаем команду Make из shape. Создадим прямую линию из центра данного элемента. Зададим толщину 5 пикселей и сделаем еще одну прямую линию с толщиной 5 пикселей. Таким образом мы создали вот такой небольшой элемент который мы объединим в блок команды группировки. И немножко его уменьшим. Этот элемент мы установим в центре и создадим еще одну текстовую надпись. Допустим скопировав вот этот элемент и напишем произнесите свою команду. Уменьшим шрифт до 22 уменьшим текстовую рамку и переместим установив таким образом наш первый элемент. Соответственно окно загрузочное для нашего элемента для нашего мобильного приложения мы разработали. Но единственное что давайте подпишем логотип а перед логотипом вот такую надпись сделаем это сокращение дни приведешь тех но лоджи и назначен белый цвет заливки. Мы будем использовать данный элемент в качестве кнопочки возврата на основной экран. Основной экран двойным щелчком переименовываем в пункт который будет называться Home. Значит делаем выделение на кнопочке Home и нажимаем Ctrl D Ctrl D это дублирование активного экрана. двойным щелчком переименовываем в окно следующий экран в окно поиска. Этот элемент который здесь присутствует вынесем верхнюю часть чтобы он здесь уже не фигурировал. Ну и эти элементы тоже соответственно уберем из видимости они на этом окошечке не нужны. Нам с вами понадобится все-таки надпись мы оставим и напишем результаты студенческого некоторого поиска. Поменяем цвет на синенький уменьшим размер надписи и эту надпись сместим в верхнюю часть под ней мы проведем с зажатым шифтом прямую линию и зададим ей толщину 10 и соответственно возьмем пипеточкой тот же синий цвет для использования в этой линии. Здесь мы с вами создадим ряд элементов которые можно будет выбрать залива залива для этого элемента серенькую скопируем ставим уменьшим в размерах и выберем залива допустим беленькую и для каждого этого элемента который здесь будет присутствовать мы сделаем характерные подписи опять-таки лучше использовать блочный текст чтобы текст не выходил за необходимые рамки допустим этот элемент будет демонстрировать лабораторию какую-то кафедры дизайна шрифт ставим регулярно вот допустим нам несколько вот таких элементов блока будет необходимо сделать соответственно я выделяю выделяю те элементы которые надо и отключаю выделение от всех других зажатым шифтом в правой верхней части располагается кнопочка которая создает сетки repeat grid повторяющиеся сетки выделили те элементы которые должны считаться сеткой нажимаем кнопку создания сетки и появляются характерные управляющие элементы за которые мы с вами можем перемещать и создавать любое количество данных элементов между элементами есть возможность задавать пробелы вот таким образом мы создали сеточку потом ее можно разгруппировать от групп grid потому что здесь будут различные надписи второй элемент будет демонстрировать лекционную комнату поскольку оно не поместилось мы поменяем размер шрифта третий элемент будет демонстрировать основное здание наш университет и соответственно во все эти элементы мы с вами будем устанавливать графические объекты сохраним сохраним во избежание неприятностей наш дизайн предлагают сохранение в облачном сервисе дизайн мобильного приложения нажмем кнопочку сэйфа импортируем для вставки в эти элементы квадратные изображение изображение номер один изображение номер два изображение номер три это могут быть элементы промышленного дизайна элемента еще какого-либо активируем светлый квадратик поместим его на переднюю часть активируем выделим два элемента установим элемент маску и концентрируем до нужного значения поменяем поменяем местами эти два элемента выделим их двойным щелчком войдем в редактирование и поместим в нужное место поменяем поменяем квадратик на передний фон на передний план выделяем и используем команду мес квиз шейп двойным щелчком ктируем перемещение фотографии установили необходимые элементы после чего выделяем этот слайд нажимаем ctrl d для редактирования нам необходимо сделать еще три слайда для того чтобы открывалась картинка лаборатории комнаты лекций и главного здания соответственно мы еще несколько раз делаем комбинацию клавиш ctrl d двойным щелчком переименовываем первая часть это лаборатория вторая будет комната лекционная и третья главное здание войти лаборатории убираем изойти лаборатории убираем ненужные элементы нечаянно захватил заливку с собой возвращая заливку на место выделяем текстовый блок двойным щелчком на его границы и смещаем эту надпись чуть пониже выделяем увеличиваем изображение зажав фальт прокрутку мышки выделяем длинным щелчком внешнюю обводку с зажатым шифтом выделяем обводку внутреннюю и увеличиваем размер размер этого элемента и соответствующим образом меняем размер размер этого вынесем эти два элемента за счет этого можно будет еще немножечко увеличить размер изображения размер изображения вставим импортируем еще одно изображение и скруглим его углы в следующем пункте лекционное точно так же вынесем ненужные элементы в различные части в различные в различные в различных разместим в нужных местах и добавим необходимые элементы уменьшив их размер в последнем элементе вынесем все не нужно выделим фотографию основного здания увеличим его размер двойным щелчком отрегулируем положение надписи и вставим последнее изображение выделим два объекта поместил маску соответствующим образом откорректируем видимость этого элемента масштабировав лучи на месте допустим все сделано на этом подготовка первой части проекта графического оформления закончена следующей части мы рассмотрим как с помощью интерфейса прототипирования нужно делать переходы между этими элементами благодарю за внимание подписывайтесь на наш канал и вкус п п Продолжение следует...